Дорогие мои, здравствуйте! Наконец-то я делаю для вас видео на русском языке. Самое смешное это то, что я на нем говорю в очень ужасном виде. И я прошу прощения. То есть я буду пытаться что-то вам перевести уже более, как это сказать, уже с английского, с итальянского, что ли. И я постараюсь, очень-очень-очень-очень постараюсь, чтобы вы поняли то, о чем я хочу вам рассказать. Так, во-первых, кто здесь уже был на моем канале, кто уже что-то писал и участвовал в моих видео, я вас очень сильно благодарю от всего сердца. Кто на моем канале первый раз, прошу вас подпишитесь, потому что это одно из самых важных действий, которые вы можете сделать для меня. И, конечно же, поставьте там зап, как это по-русски, это кулачок, кулачок, пальчик вверх. Ну, не пальчик, а большой пальчик вверх. Потому что можно поставить и другой пальчик. Но другой пальчик не ставьте, ставьте вот этот. Хорошо? Ну вот. Значит, сегодня мне очень странно очень говорить по-русски, потому что я, конечно, всегда говорю по-итальянски. Мне не с кем говорить по-русски. Только вот кроме, что с моей сестрой, которая тоже, кстати, живет в Италии. И мы чаще всего говорим вообще на итальянском. Ну, ладно. Сегодня мы будем реагировать. А как это по-русски? Реагировать? Будем реагировать? Значит, мы будем реагировать. Ну, если не реагировать, то извините, но вы поняли. На песню, которую, конечно же, поет Димаш Кудайберген. И, конечно же, эта песня фантастической красоты. И, конечно же, эта песня написана, кем? Написана итальянским парнем, которого зовут Пьер Джузеппе Дзай. Кстати, этот парень, на самом деле, он и режиссуру сделал, он и песни написал, саундтреки написал, он там и играет, мне кажется, Христа вообще в этом фильме, если я не ошибаюсь. Я тут вроде скачивала с гугла немножко информации. Этот парень, ребят, он сам лирический тенор. Вот можете представить, человек имеет, ну, такое количество талантов. Ну, как говорится, вы знаете, у кого есть талант, он у него во всем вообще. И вот это видно, потому что этот парень чего только не делал. Он и дирижировал оркестром, он и работал помощником режиссуры в театрах, даже в Ласкале он работал. Работал с огромными, даже с русскими дирижерами. Он, мне кажется, учился у Делмана и пел вообще, занимался. Он закончил у него диплом вокала из Миланской консерватории. Поэтому, конечно же, его соучастница в этом фильме говорит, что, они над ним прикалываются, конечно, говорят, что он фильм создал только для того, чтобы наконец-то люди услышали его музыку. Парень талантливый. Парень, ему где-то около уже 50 лет, я думаю, но назовем его парнем, на что он все-таки молодо выглядит, молодо себя как бы показывает миру. И, конечно же, видно, что, знаете, пока у человека есть всякие сны, то есть как бы идеи, желания к чему-то стремиться, что-то делать новое, я думаю, что эти люди, они всегда останутся молодыми. И даже в наших глазах они, конечно же, кажутся нам моложе их лет. Ну вот, он первый раз в своей жизни пишет и, как сказать, и дирижирует этот фильм. Фильм вообще для итальянского, для итальянской системы фильмов. Это такой фильм, который, ну, он такого американского стиля, такой Star Wars, короче. И для Италии это, конечно, новинка такая еще не маленькая, то есть это важная такая. Конечно же, немножко этот коронавирус всех приостановил, потому что он уже должен был быть в кинотеатрах, мы уже должны были давно увидеть его, к сожалению, еще не увидели. Но я посмотрела все, что можно было найти в Ютубе и, конечно же, в Гугле. Очень интересно, это такие фильмы, которые мне очень нравятся, потому что я обожаю Star Wars вообще сама. И, конечно, там группа актеров ой-ой-ой, там группа людей, которые работают и над графикой, и над цветами, и, как сказать, и над всей этой компьютерной графикой, и над всем, чем можно. Вообще люди пришли со всего мира, как бы соединились и сделали вот этот фильм такой, ну, я бы сказала, гениальный, потому что мне уже так кажется, что он таким и является, потому что говорят, что выиграл очень-очень много премий. Короче, не будем забалтываться, не будем слишком много говорить там о Пьер Джузеппе Дзайе, и, конечно же, вы здесь для того, чтобы слышать голос Димаша, и будем слушать все вместе этот феноменальный голос. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, девочка. Сладенько. Извините, что останавливаюсь. Кто уже смотрел мое видео на английском, конечно, я, как сказать, я повторяюсь, то есть, в принципе, та песня та же самая, и я не хочу, как бы, вам навязывать мое мнение, или, там, как сказать, там, разжевывать вообще песню, но я ж музыкант, есть люди, которые, может быть, музыкой не занимаются, но им очень нравится, и хотят что-то новое услышать, новое понять, новое узнать, и поэтому я вам даю, как бы, мой взгляд на песню, на композицию, потому что мы говорим всегда про голос Димаша, мы говорим всегда про то, как он поет, но я думаю, что это то, как он поет, и как он нам песню представляет, это связано очень сильно, очень крепко с самой композицией, потому что композиторы пишут ему песню для его голоса, не кому-то еще, понимаете, поэтому, когда рождается новая музыка, новая песня с живым композитором, то есть, это не опера, где уже композитора нет, и мы, как бы, пытаемся понять, что композитор хотел сказать той или иной фразой, или той или иной динамикой, или словом, или нотой, и так далее, а здесь живой композитор, живой певец, это же, конечно, они работают вместе над каждой нотой, над каждым моментом, над всей оркестровкой, вот, и, конечно же, нам надо об этом говорить, мы не можем просто слушать голос и все, потому что, ребят, ну голос, ну голос и голос, ну голос и голос, ну голос и голос, ну вы сейчас меня, конечно, утопите, зарежете за эти слова, делайте, что хотите со мной, но я вам говорю, что голосов красивых миллионы, ребят, миллионы, нету музыкантов, нету голосов с такой музыкальностью, которая есть у Димаша, а эта музыкальность, она идет от развития уха, понимаете, родители его с малых лет песенки слушал, он и традициональную музыку, играл на инструментах, это развитие уха, это не развитие голосовых связок, потому что связки воспроизводят то, что ухо наше, не внешнее ухо, там у нас два уха, внешнее и внутреннее, так вот внутреннее ухо, что какие частоты оно слышит, такие же частоты оно может воспроизвести, воспроизвести, поэтому, когда мы говорим про голос этого парня, там, извините, у меня собаки лают, когда мы говорим про голос этого парня, мы, наверное, больше всего должны говорить про его музыкальную культуру, про его ухо, а не про голос, понимаете, потому что голос воспроизводит то, что его ухо услышало в детстве, услышало в юношестве и что сейчас слышит, вот, поэтому, соединяя все эти вещи вместе, вернемся теперь к композиции, к самой песне и попробуем ее проанализировать. Значит, что мы услышали? Мы услышали первые два куплета, и самое интересное, что они совершенно одинаковые, то есть композитор не изменил ни одной, ни одной ноты мелодии, и вся мелодия построена на минорной сесте. Это как по-русски, подождите, кварта, квинта, сеста, ну, сеста, сеста по-русски. Извините, но мне не всегда легко, как сказать, русские термины музыкальные говорить, потому что, немножко заговариваюсь уже, но просто объяснить вам, что, как бы, я музыкант, я сама дирижер, и я сама еще и певец, и джаз тоже пела. Но я родилась в русскоговорящей семье, родилась в Литве, до 14 лет я говорила по-русски, а потом я заговорила только по-литовски, то есть я музыку, в принципе, музыку я учила на литовском, потом я приехала в Италию, и я учила музыку на итальянском, поэтому, как бы, немножко русской терминологии мне не хватает. Ну, короче, мы слышим вот это постоянно, вот эту сесту, сеттима потом, это сеттима. И вот на протяжении всей песни повторяется, 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 вот этот лайт-мотив. Это один из таких, вот как сказать вам, ну, методов, что ли, для композитора сочинить произведение такого эпического характера, такого характера, ну, эпического, я не знаю, можно сказать по-русски эпического, но такого, чтобы это было так вот, ну, мощно, такого вот, вот, как галактия какая-то, это вот, ну, как весь, ну, космическая такая, вот. Ну, вот такие, ну, вот эти вот саундтреки для фильмов, они все пишутся вот с этими идеями, то есть там, в принципе, вот эта их формула у них у всех одна и та же, то есть они, композиция и аранжировка, они все продуманы до мельчайшей детали, чтобы создать в нас, в слушателе, вот это вот, вот это вот чувство, чувство, ну, извините за собаку, конечно, невозможно, я знаю, но ничего не могу сделать сейчас. Вот, чтобы создать вот это чувство какой-то огромное... Не, ну, не могу так, подождите. Я вам говорила про то, что все вот эти композиции для фильмов, особенно вот голливудских вот этих фильмов, они все написаны вот с этой системой такой... Сначала берется лайтмотивчик, то есть, как сказать, придумывается вот этот вот момент, вот эта вот фразочка такая музыкальная, которая будет постоянно повторяться и от которой уже композитор отталкивается, чтобы создать новую структуру более большого, более масштабную такую вот. Поэтому мы здесь имеем два куплета совершенно одинаковых. Димаш, конечно же, музыкант с большой буквы, поэтому он как бы вместо того, чтобы вот эти четыре четверти, они так вот постоянно, как сказать, падали одинаковым способом, то есть он не идет в такт, а он как бы уходит от сильного темпа, создавая тем самым вариацию, создавая тем самым уже какую-то такую особенную мелодическую линию. Что я хотела еще сказать про это, уже ничего не помню, свет собаки и так далее. Давайте еще раз это все послушаем и пойдем дальше. Красивые цвета, совершенно красивые цвета. А вот видите, что он делает? My soul. Он как бы дает такое спастие, такое место. Более широкому такого пению, но чтобы дать вот, наверное, все-таки вот этой импрессионы такого масштабного чего-то. Но чтобы вот даже вот эта вот дистанция вот этой минорной сесты, она уже такой интервальчик большой. И вот добавляя еще вот голосом такой цвет, такой масштаб, такой вот спастие, он, конечно же, еще больше удаляет нас, еще больше вдаль мы уходим вместе с голосом. Красивый мальчик, конечно. Вот, слушайте. Ты-да-дам, 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 ты-да-дам. Скрипочки. Маленькая, ты-да-дам. Секундочку, 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 и пойдем дальше слушать. После двух вот этих куплетиков они что делают? Они взяли и опять собрали все это. То есть понятно, что песня-то сделана на минорной сесте, ну и что? То есть когда ты уже начинаешь вот песню с такого интервала, ну уже сделать какой-то звелюб, то есть вот это вот расширение как бы темы, уже тяжело, потому что ты уже ушел далеко. То есть если бы там пошел по близким интервалам, это было бы легче. То есть у тебя варианты какие? Варианты вот как вот они продолжают делать, что они делают? Они оркестровку добавляют? Вот я вам говорила, там скрипочки, тара-дам, 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 вот тридцать вторые эти нотки быстренькие добавляют. То есть мы остаемся в четыре четверти постоянно. Темп не изменяется. Вот медленный достаточно темп. Мелодия тоже не изменяется. Но они в оркестр поставили вот это ускорение, в видео сделали так, что мы как будто вот этот луп, который нас как бы засасывает, вот это вот кружение такое. И нам дает вот это чувство, что что-то ускоряется, что-то происходит. А на самом деле в музыке мало вообще что происходит. И потом они на третьем куплете, что делают, вот это суфлайми хайнхолмитайт, они вот это все уменьшают, опять собирают, маленькое, такое интимное, такой пассажик, чтобы уже оттуда, сейчас вот мы пойдем слушать, кинуться в кульминацию. Играет музыка Так, я здесь повторюсь, потому что кто видел английские видео, я уже там услышала. Тут Димаш у нас закричал. У нас Димаш поет, а тут он такой, ну как сказать, крикнул. Ничего так крикнул, да. Ну, очень, как сказать, кстати, к месту. И когда все сделано в тему, я считаю, что все очень нужно. И то есть если у тебя есть голос, если у тебя есть такая музыкальность, как у Димаша, надо пользоваться всей палитрой красок, надо пользоваться вообще всем, всеми возможностями. И вот он здесь, вот сейчас я вам дам послушать, он там закричал у нас. Там где show me the way, the way. Электрическая гитара здесь. Вот он, три. Опять мы все собираем. Эта жизнь играет голос со мной. Так нежно, бессильно, почти бессильно. Извините, что я останавливаю. Слышите, как там появилась электрическая гитара в оркестре? И вот самое интересное, как Димаш может голосом сымитировать даже вот эту гитару. Это, конечно, гениально. Гениально, потому что вдруг становится таким, ну, рок такой, становится песня роковской такой, тоста. И, ну, и видно, конечно, вот он наслаждается, он видно, как он, он здесь даже сильно не переигрывает. Он, он просто вот, вот он в этой песне, он в этой музыке, ему это нравится. Ему нравится, ну, видно, вот прям вот телом это все, конечно, это, конечно, видео. И, конечно, я думаю, он там не пел вживую, когда его снимали. И, но все равно, вот понимаете, артист, он не будет двигаться так, как он себя не чувствует. И вот видно, что он просто прям вот ему нравится, вот это вот, это все такое роковское. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нет, мы сейчас послушаем еще раз, мы сейчас еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс! Вот, 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 понимаете, вот что они сделали? Они взяли вот эту минорную сесту, они ее подняли из одной октавы в другую, ну, потому что, конечно, у них голос, они имели голос, как вот, они взяли Димаша, позвали. И, конечно же, он может это, конечно же, он, конечно же, они не по-другому, они не по-другому, они, как сказать, не развили песню. Они пошли по октавам, ребят, они пошли по октавам. Тут уже, ну, три, три-четыре октавы уже точно тут есть. Значит, и что они делают в конце? В конце он прыгает еще на одну октаву. Ну, это вообще. Это вообще. И самое классное, что он туда прыгает без оркестра. Они убрали весь оркестр, он идет туда акапелла. И поэтому эффект, конечно, как судорога, как будто вот, знаете, вот как вот в этих всех фильмах фантасченца, вот этих футуристических этих фильмов, где вот когда люди заходят в этот туннель, ну, в туннель времени, да, вот заходишь туда и тебя как будто засасывает туда. И вот эффект такой же, такой же эффект. Он туда заходит за эту ноту и кажется, как будто тебя засасывает и уводит вообще в какое-то время, не знаю, там типа 3000, 3005 год какой-нибудь, вот, вместе с его голосом. Конечно, ну, молодцы. Давайте послушаем еще. Вот как электрическая гитара, когда идет, знаете, на вот самые высокие ноты. Класс. Класс. И даже вот, вот, они даже вот, знаете, вот закончили правильно, потому что уже после такой кульминации там как-то еще какой-то финал писать, что-то там еще добавлять, это, конечно, совершенно не нужно. Я добавлю в видео слова, я добавлю вам линки, если вас интересует послушать интервью с режиссером этого фильма и с композитором всех этих произведений. Хочу сказать, что в фильме прозвучат еще и голоса одной маленькой девочки, я думаю, она болгарка, я не знаю, не поинтересовалась, но по фамилии, вот, зовут Кристина Пименова, фамилия такая болгарская вроде, и она будет петь вот этот Track 10, это 10-е произведение, Deus Audi, и у нас есть Адриана Дамату, это итальянская сопрано, итальянская дива, которая поет, конечно, не только в одном произведении, но и в других. Поэтому, если пойдете смотреть фильм, голос, который вы слышите, это не Димаш, это Адриана Дамату, очень важно, ну, конечно, это слышно, ребят, совершенно слышно, что это не Димаш. Димаш поет только вот эту песню, и она в диске, которая выйдет, в котором будет 24 произведения, она же стоит как бонус-трак, то есть последнее произведение, которое «In Corona», «In Corona» и, конечно, тут написано «Special Guest Vocals», то есть, конечно же, они его, ну, несут на ручках, и как, извините, сейчас просто поставлю, вот, Димаш, поставим, не знаю, пойдем, во, вот это лучше. И, ну, они, они очень сильно хотели, чтобы он пел, они очень постарались для этого, они даже звонили ему в Казахистан, и он сказал, я приеду только, если вы мне гарантируете, что мои бабушка и дедушка не рискуют, то есть, я не приеду там заражаться этим вирусом, то есть, потом возвращаться в Казахистан, то есть, ну, мальчик, конечно, суперский, мы это знаем, и любим его за это. И вот мне нравится в этом видео, что он, вот это даже его все тело, как он играет, обыгрывает, как он снят, не, это не сделано таких для такого, ну, прям, вот, знаете, американского такого супер-видео, там, такой супер-секси и так далее, но он и так сексиный, ему там не надо этого делать, и мне нравится очень, все продумано, цвета, движения, руки, как всегда, очень красиво. Голос там, мы уже в этом знаем, и, ну, и вот ведь все, что я хотела вам сказать, ребят, я сказала, если очень длинно, извините, но я думаю, что для первого русского видео это окей. Я в моем канале буду говорить только о музыке, а может и не только, вы знаете, если вас вообще что-то интересует, я могу сделать видео совершенно отдаленное от музыки и рассказать вам что-то еще. Вот, хотела еще добавить, я хочу добавить рубрику, где я буду отвечать на ваши вопросы, где я буду, конечно, оглашать имена тех, кто мне отправляет вопросы, я их буду зачитывать и буду отвечать на таком моем ломаном русском. Поэтому пишите, пишите вопросы, хорошо, я их буду собирать и понемножку как бы добавлять и отвечать. Люблю вас очень сильно, берегите себя, берегите всех, кто рядом с вами, любите близких ваших, самих себя. Я жду только красивых комментариев от вас, я жду вашей подписки и, конечно же, люблю вас от всего сердца, спасибо вам за то, что вы есть.